Сегодняшнее видео я хочу ответить на вопрос одного нашего коллеги, мебельщика, который после последнего видоса, который был на моем канале, спросил меня Юрий, а как же все-таки можно настолько глубоко погружаться в маркетинг, изучать социальные сети, продвижение в социальных сетях, писать посты, снимать видео, заниматься видеомаркетингом. И когда же остается время на занятие мебелью? И не окажется ли так, что наши заказчики заподозрят в нас вот таких вот шоуменов и недоверчиво будут относиться к нашей прямой деятельности производства мебели? Друзья, привет! А на связи Юрий Архипенков, YouTube-канал Мебельный Бизнес в квадрате. Сегодня отвечу на этот вопрос, а перед тем, как послушать ответ, подпишитесь на канал Мебельный Бизнес в квадрате, если до сих пор вы еще не в подписчиках. И поставьте колокольчик, который среди миллиарда мебельщиков на планете будет вам присылать первым видео записи, которые будут выходить на канале Мебельный Бизнес в квадрате. Поехали! Александр Штыкин. После того, как я вот в лесу записал видео и рассказал про 5 грубейших ошибок мебельщиков в социальных сетях, снял похожее видео. Сейчас вопрос Александра я опущу видосом сюда, чтобы вы могли посмотреть, в чем заключается суть ключа у себя здесь на планшете. Привет! Привет, Александр! Вчера смотрел видео Юрия. Видео понравилось. Оно там тоже на фоне такого красивого леса. Я тоже думал, настоящий лес это не настоящий. Вот смотрите, Юрий, вы говорите, что современный мебельщик, да, вот те люди, которые смотрят ваши видео, они должны прокачивать себя, ну, то есть делать YouTube канал, делать в соцсети, там, например, во ВКонтакте свою группу и там начинать размещать свои видео, там, как они замеры делают, как там установки и прочее, прочее. Да, отлично. Но возникает вопрос, вот чтобы все это делать, это нужно время, ресурсы. Мебельщик должен быть, ну, первое, там, специалистом по видео, ну, пускай на каком-то уровне, там, среднем, да, специалистом по обработке видео. Ну, понятно, если у тебя есть контент, не значит, что у тебя будут продажи, то ты все равно должен быть неким рекламщиком, то есть ты должен быть, например, СММщиком, должен быть, например, уметь настраивать РСЯ рекламу, должен настраивать, там, какой-нибудь лендинг, квиз и так далее. Вот куча-куча-куча всяких скиллов нужно иметь, чтобы делать мебель, то есть от мебели у нас остается, там, 10%, то есть он на 10% мебельщик, да, а на все остальное он, там, специалист по YouTube и прочее. У меня, как клиенту, если я, например, хочу поставить себе кухню, да, или мебель какую-нибудь, возникает вопрос, а насколько ты хороший мебельщик, может, ты просто хороший, там, специалист по рекламе и прочее, прочее. Вот такой вопрос. Итак, основной вопрос Александра заключается в том, как мебельщику, который работает сам на себя, сам производит мебель, сам ее устанавливает, сам продает, как быть ему в современных реалиях, когда я рекомендую разбираться в настройке рекламы, разбираться в ведении социальных сетей, учиться снимать видео, доносить до своего потенциального клиента контент путем видеомаркетинга. И здесь у него возник диссонанс. Александр не понимает, как можно совмещать эти явления. Так вот, что могу сказать? Друзья, да, в недавнем прошлом, в 90-х годах прошлого века достаточно было уметь делать мебель, иметь станки, производственный цех и расклеивая объявления на подъездах или давая объявления в какую-нибудь городскую газету. Этого всего было достаточно для того, чтобы получать заказы от своей целевой аудитории. Время меняется, рынок изменился, клиенты стали более искушенными. Информационный шум напрочь убил внимание наших потенциальных клиентов каким-либо объявлением в газетах, на подъездах, на городских баннерах и тому подобное. Мы знаем, что большая часть населения нашей страны все больше и больше переходит в социальные сети, в интернет. Собственно, я и говорю постоянно о том, что все продажи сейчас в интернете. Так вот, Александр беспокоит вопрос, как же все успевать и как не показаться своему клиенту таким блогером, которому нет времени до его мебели, до его заказа. То есть, Александр подозревает, что могут возникнуть вопросы со стороны заказчика, а не много ли ты занимаешься всякой там ерундой, блогерством своим, и достаточно ли времени ты уделяешь, собственно, моему заказу. Так вот, что хочу сказать, Саш, за мою историю не было ни разу, ну, по крайней мере, не могу вспомнить, чтобы хотя бы один раз мне сказал такой клиент, сказал, Юра, ты очень сильно увлекаешься записью видео, очень слишком увлекаешься продвижением рекламы, твои рекламные объявления везде, в интернете, да, когда ты успеваешь заниматься изготовлением мебели. Поначалу, когда у меня было немного заказов, я, собственно, этим и занимался. И здесь есть прямая зависимость от того, насколько глубоко мы погружаемся в маркетинг, в его упаковку и продажи, настолько много будет у нас заказов. Если сегодня, в 2020 году, сидеть у себя на производстве и быть готовым принимать заказы, но больше для этого ничего не делая, уважать себя, что я мастер, мебельщик в первую очередь, то как-то, наверное, сами заказы, они не приходят уже в 2020 году. В 90-х годах прошлого года, могу сказать по себе, заказы как-то сами меня находили. Заказчики передавали меня из рук в руки, тогда это называлось сарафанное радио. Кто-то сейчас сегодня надеется на этот канал поступления, привлечения заказов. Я, честно говоря, откровенно в него уже не верю. Если и есть, то рекомендации. Но, ребята, рекомендации на пустом месте, если вы просто сидите и ничего не делаете, они тоже не появятся. Потому что вы хотя бы кому-то должны сделать заказ для того, чтобы у вас появились рекомендации. Так вот, для того, чтобы сегодня в разгар экономического кризиса и других всяких там пертурбаций брать заказы на мебель, успешно развивать мебельный бизнес, а не сводить его в долговую яму, необходимо разбираться в маркетинге, друзья. Необходимо уметь продавать в социальных сетях, либо на каких-то других продающих площадках, которые тесно связаны с интернетом. Внимание клиентов сейчас привлекают доверительные отношения в интернете. Саша беспокоится за то, что клиент будет недоверчиво относиться к его подобной деятельности активной. И, возможно, это послужит когда-то отказу от оформления заказа у Александра. Мой совет, не беспокойся по этому вопросу, больше внимания, вложи всю свою энергию в то, чтобы разбираться хотя бы на начальных этапах вот в этих понятиях, которые я выше озвучил. Ты спрашиваешь, хватит ли время на все? Я тебе скажу так. У меня хватало времени, чтобы с 9 утра до, скажем так, 9 вечера или 10 вечера работать в цеху, когда мы вдвоем с братом начинали поднимать заново с нуля мебельный бизнес. И потом еще пару-тройку часов вечером, ночью мне удавалось развиваться, изучать вопросы, связанные с интернет-маркетингом. Я поставил перед собой цель глубоко зайти в эту тему, разобраться, изучить ее с разных ракурсов, во всех аспектах. Именно в тот момент у меня появились доверительные отношения с клиентами, клиенты стали обращать на меня внимание, если бы я просто работал в цеху и нигде, скажем так, не высовывался из общей массы рынка нашего мебельного. Если бы я не предпринимал никаких активных действий, то, во-первых, а, наверное, на меня бы не обратили внимание, и, второе, б, у меня не было бы таких заказов, которые после моей активности начали появляться. Хватит ли время на все это? На что-то хватит, на что-то нет. Если спланировать для себя четко задачи, которые ты перед собой ставишь, спланировать их по времени, в день, в месяц, что ты будешь делать, к чему стремиться, понимать, для чего тебе это нужно, то ты всегда найдешь свободное время, которое можно посвятить обучению, более глубокому изучению этих вопросов. А дальше приятная новость. Как только ты поймешь, как эта схема вся работает и начнешь умело ей пользоваться, привлекать клиентов, выстраивать с ними доверительные отношения, у тебя вдруг откроется осознание, что некоторые моменты ты можешь делегировать. Например, настройку рекламы ты делегируешь таргетологу. Посты в свою группу в мебель, но я до сих пор пишу сам. Наверное, никогда, как мне сейчас кажется, никому никогда не отдам. Потому что это я выстроил доверительные отношения со своей аудиторией, со своими подписчиками, и это меня они читают и мне верят. Я не могу вместо себя никого поставить, чтобы писать посты от меня. Я обману тем самым свою аудиторию и потеряю ее доверие, что скажется на количестве моих заказов. Видеомаркетинг производится очень несложными путями видосы. Вот ты же сам записал на смартфоне в лесу. Кстати, мой тебе ответ. Да, тот видос был записан в живом лесу, в настоящем лесу. Конечно, на хорошую камеру, с хорошим светом, с хорошим звуком. Поэтому возникла иллюзия того, что это какой-то фон. Сегодня можно снимать на вполне себе нормальный смартфон, достаточно высокого качества видео. Недорогие смартфоны сейчас пишут хорошую картинку и дают вполне себе нормальный звук, которого вполне достаточно для того, чтобы своей аудитории, своим клиентам доносить тот посыл, тот контент, который ты хочешь. Для того, чтобы показать свою экспертность, дать ценность и завоевать доверие. Монтаж видео, создание и продвижение можно тоже делегировать к какому-то удаленному сотруднику. И когда ты отстроишь весь этот процесс, ты удивишься, насколько немного времени уходит на производство этого контента, как видеоконтента, так и текстового контента. И как органично это все вписывается в твою повседневную деятельность по производству мебели. Дальше, когда ты начнешь развивать свою компанию и у тебя появится фанатичная база твоих клиентов, которые будут хотеть заказывать мебель только у тебя, которые будут заказывать тебе дорого, ты сможешь распределять усилия. Ты сможешь отказаться от недорогих заказов, убрать заказов меньше, но дороже. У тебя высвободится время на увеличение качества своего продукта информационного, то есть видеомаркетинг, продвижение в социальных сетях. Со временем можно приобрести более качественное и профессиональное оборудование, которое будет давать лучший звук, лучшую картинку. Можно нанять более дорогого специалиста, который будет профессионально собирать твои ролики и делать акценты в твоих видео на ключевые смыслы. Мой совет, не нужно этого пугаться, не нужно придумывать себе вот эту картину, потому что я достаточно часто сталкиваюсь в работе с мебельщиками, в тренинговой своей деятельности, когда мебельщики себе сами нарисуют страшную картину будущего, вот нас ждет что-то, да, и просто ничего не делают. Начни делать понемножку. Посмотри, ты удивишься, насколько вот эта деятельность влечет доверие твоей аудитории. Сейчас ты сомневаешься в том, подозреваешь, вернее, то, что клиенты будут сомневаться в том, что ты мебельщик. Ты начнешь удивляться тому, как твои клиенты будут восхищаться твоей этой деятельностью, когда твои клиенты будут делать тебе комплименты за то, что ты рассказываешь в видео, когда твои клиенты будут ссылаться на информацию из твоих видео на замерах и говорить, а вот вы там-то сказали это, а вот там-то сказали это. Как твои клиенты будут с улыбкой встречать тебя на замере и говорить, а мы вас знаем, а ты в первый раз видишь этих людей. Очень много положительных моментов несет вот этот активный такой маркетинг, продвижение своего бизнеса через интернет. Рекомендую тебе не верить мне на слово, а попробовать самому сделать хотя бы небольшие шаги в этом направлении, убедиться и потом записать мне такой же видеокомментарий, в котором, собственно, и рассказать твой опыт. Ну вот, собственно, и все, что я хотел сегодня записать в этом ролике. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, подпишитесь, вот ссылочка будет сейчас внизу, подпишитесь, поставьте колокольчик, ребята. Колокольчик это такая полезная вещь на ютубе, которая позволяет вам увидеть мои новые видео первыми, а не потеряться. Если вы действительно с интересом наблюдаете за моим каналом, если вы действительно увлечены развитием своего мебельного бизнеса, ставьте колокольчик, он подскажет вам в нужную минуту, в нужное время и в нужном месте посмотреть новый видос, который, возможно, вам окажется полезным. Был рад вас всех видеть. Юрий Архипенков, ютуб канал Мебельный бизнес в квадрате. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok